Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава называется «Бешалах». И в ней описывается очень много событий. Выход из Египта, рассечение Красного моря. Центральным моментом нашей недельной главы является песня «Моль Шаратаям». Эта песня является также частью молитвы шах, ритма. Мы поняем ее каждый день. И начинается она со слов «Аз ешир муши увне и сэль пеши азот». И тогда воспел Мошей, сын Израиля, эту песню. И объясняет Медраж, почему начинается со слова «Аз». Потому что Мушарабейну сказал словом «Аз я согрешил», словом «Аз я исправлюсь». О чем идет речь? В конце недельной главы шмот, когда Всевышний отправляет Мушарабейну первый раз к фараону о том, чтобы тот просил его избавить еврейский народ, во что это все в итоге выливается? В то, что фараон начинает порабощать еврейский народ еще жестче, и в условиях труда становится еще тяжелее. И Мушарабейну приходит с некой претензией ко Всевышнему, и говорит ему, что «ты отправил меня избавлять», а в итоге все получилось еще хуже. Не то, что они не вышли на свободу, еще и тяжелее работать стали. И пасук, в котором описывается эта претензия, тоже начинается со слова «Аз». В чем же была ошибка Мушарабейну? В том, что он не учел того, что если Всевышний сказал, что «ты идешь начинать избавление», значит, это так и точка. И то, что первые твои действия повлекли то, что еврейский народ начал страдать еще больше, и это кажется, что это не избавление, а наоборот, это тоже часть избавления. Сейчас, после выхода из Египта, Мушарабейну, уже понимая это, пришел сказать спасибо тоже за само избавление и тоже за те страдания, которые еврейский народ терпел в Египте. Почему это так? Потому что мы знаем, что еврейский народ должен был быть 400 лет в рабстве, и сколько в итоге провел? 210. Куда делись еще 190 лет? Объясняют наши мудрецы, что тяжесть рабства, она дополнила вот этот вот недостающий промежуток. Теперь, почему это завязано на слове «Аз». Слово «Аз» состоит из двух букв – «Алев» и «Зайн». «Алев» указывает на «Алфоша Луна», то есть на управляющего этим миром, на Всевышнего. Буква «Зайн» указывает на наш мир, материальный мир. Численное значение буквы «Зайн» всем, и мир наш был создан тоже за сомнений. То есть слово «Аз» указывает на то, что все, что происходит в этом мире, это все управляется Всевышним, абсолютно все. Это то, что осознал Мушарабейну, то, что даже то, что еврейский народу порабощен, и то, что после его попыток его заведить, это привело к еще более тяжелым условиям, это все тоже была часть плана Всевышнего, это же часть была избавления. В пасхальной Агаде мы упоминаем Мишну. От имени Рабан Гамлеля говорит Мишна, что человек, который не упоминает три вещи в Песах, в Агаде, не выходит в обязанности. Какие три вещи? Песах, Маца и Мород. И продолжает Мишна и объясняет Песах в память о том, что Всевышний Пасах перескочил дома евреев во время казни первенцев. Маца в память о самом выходе из Египта. И Марор в памяти о горече рабства. Зачем нам помнить о горече рабства в праздник избавления? Это первый вопрос. И второй вопрос. Зачем Мишне нужно подробно объяснять, зачем нам нужно знать в памяти, о чем я упоминаю те или иные слова. Если ты хочешь мне сказать, что я не выхожу в заповеди, потому что я не упоминаю третьих слов, скажи «не упомнил, не вышел». Точка. Зачем мне разъяснение? Говорят наши мудрецы, что, как мы упомянули, что срок порабощения был сокращен. В заслугу того, что еврейский народ работал очень тяжело. Говорят наши мудрецы, что человек, который не упоминает Марор, то есть горече рабства, не понимает, что он должен был, его прадед должен был быть в рабстве 400 лет, а был 210. То есть получается, что сейчас у него есть долг, еще 190 лет рабства. Он не выжил в обязанности рабства. Чему же это все пришло нас научить на сегодняшний день? Да, ведь мы сказали, что мы упоминаем эту песню каждое утро в молитве Шаха. Это неспроста так. Ведь Всевышний, он посылает для каждого человека те или иные трудности. И иногда бывают ситуации действительно очень тяжелые. И человек начинает ломаться, начинает быть тяжело. И он начинает думать, не дай бог, что Всевышнего оставил, или забыл, или еще что-то. Эта песнь, как бы то, чему хотел нас научить Мушарабейну здесь, она пришла сказать, что все в этом мире – это Всевышний. Даже тяжесть рабства, даже тяжести, которые человек переносит, переживает в своей жизни – это все, это все Всевышний. И как мы видим в Песах, что мы вышли из Египта на 190 лет раньше, потому что тяжело страдали, тяжело трудились в рабстве. Так все те неудачи, не дай бог, трудности, испытания, которые мы преодолеваем изо дня в день, это все тоже спасает нас от каких-то более тяжелых ситуаций, о которых мы можем даже не догадываться, о которых мы можем даже не знать. Но Безрата Шэм это нужно верить. Если человек призадумается, то он, я уверен на 100%, что он вспомнит, что были ситуации, когда он терпел какую-то неудачу, но в конечном итоге эта неудача спасала его от какого-то более серьезного провала. Пример, который часто приводит, человек должен был попасть на самолет, лететь на сделку на полмиллиона долларов, в итоге застрял в пробке или еще как-то пропустил самолет, все, полмиллиона потерял, какой ужас, кошмар, в итоге узнал, что самолет разбился. И так каждый человек должен понимать, что все трудности, которые он переживает, даже если он этого не видит сейчас, это в любом случае к его же лучшему. И это все часть плана Всевышнего на этого человека. Безрата Шэм, чтобы каждый из нас помнил это, и это помогало каждому из нас преодолевать те или иные трудности. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok